Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. В этом видео выполню коррекцию самой себе левой рукой. Сделаем красивый, актуальный, аквариумный дизайн. Расскажу историю, которая со мной приключилась. Будет очень интересно. Смотрите видео до конца. Поехали! Так выглядят мои ногти. Им больше полутора месяцев. И те, кто подписан на меня в инстаграм, те, кто смотрит регулярно сториз, знают, какая причина этому. Я тоже с вами поделюсь, но чуть позже. Я выполнила себе коррекцию на левой руке уже, поэтому хочу повторить такой же дизайн на правой. Когда работаю и делаю ногти себе, всегда надеваю перчатку, для того, чтобы защитить кожу рук от пыли. И приступаем к снятию. Здесь все стандартно, в положении форвард, на максимальных оборотах мы истончаем гель до тонкой подложки. Все блестки не обязательно убирать, потому что я планирую в дальнейшем сделать также блестки. Что же со мной произошло? Наверняка некоторые заметили, что вступления в предыдущих видео были взяты из других. Заметили, что мои руки отличаются, ногти отличаются. Некоторые даже задавали вопрос, Марина, вы ли это делаете маникер? Сейчас вам все объясню. Полтора месяца назад я ехала на самокате, на электросамокате. Да, только не говорите, что они очень опасны, я теперь это сама поняла. Ехала по делам и очень сильно упала. Упала я на свою руку, на плечо и его сломала. На тот момент для меня это казалось огромной трагедией, потому что моя работа связана с руками, а сломала я именно еще правое плечо. И я не представляла, как мне выкрутиться из этой ситуации, что делать. Я не могу не выпускать видео для вас, не могу забросить совсем работу. К тому же впереди были грандиозные планы, это проведение дня открытых дверей в нашей школе, это живой курс по моделированию ногтей, который веду я. Но очень многие меня поддержали. Я получила около двух тысяч сообщений от вас, чему очень благодарна, большое вам спасибо за поддержку. Слава богу, все обошлось без операции, без вставления пластин или железок, но мне пришлось ходить полтора месяца в специальном бандаже, в ортезе. Здесь плюс, что он гибкий и через две недели после перелома я могла уже разрабатывать локоть. Но на этом неприятности не закончились. В этот же день, в день падения, я заразилась COVID и успешно две недели сидела дома, ничем не занималась. Было очень непросто, но и с этим я справилась. Видео, которые выпускались в это время, были записаны с большой помощью моих преподавателей, поэтому вступления были взяты из других роликов, а эти я только озвучивала. В общем, я очень благодарна своей аудитории, большое спасибо, что вы меня поддерживали, за каждый ваш комментарий, за ваши сердечки, за ваше беспокойство. Я действительно это очень ценю и дорожу этим. А также, конечно, хочу сказать спасибо всей своей команде, кто был рядом, кто помогал, потому что благодаря им вы смогли продолжать наблюдать за другими видео. И как только мне разрешили снять ортез, я, конечно, переделала себе ногти, потому что хотела быстрее постараться разработать руку, чтобы она вернулась в то состояние, какой была прежде. Поэтому сейчас в ролике мне непросто еще где-то будут поворачивать правую руку, но я старалась работать так, чтобы вам все было прекрасно видно. За время носки образовались некоторые трещины на большом пальце, на среднем. Но мы с вами продолжаем смотреть это полезное видео. Пока я снимала покрытие, большой ноготь откололся, даже не успела заснять эту на камеру, он просто отлетел. Зашлифуем переход между искусственным материалом к натуральному ногтю. Для этого использую пилки 100 на 180 грит со сменными файлами. И придаем форму миндаль. Укорачиваю некоторые ноготки, делаю их одинаковыми по длине, от кутикул до свободного края. Эти подложки, оставшиеся, очень тонкие. На среднем были трещинки по бокам. И поэтому, когда я его опиливала, произошел вот такой казус. Он просто отвалился. Ну ладно, ролик получится у нас не только по коррекции, но и по наращиванию. Войне будет полезно. Убираю свободный край и шлифую ногтевую пластину, убираю остатки предыдущего материала. Я уже сказала о том, что кутикула не так сильно отросла. Но вот птеригия у меня всегда предостаточно. Поэтому я беру насадку пламя, тонкого диаметра 0,18 и перерабатываю синусы. Середину не трогаю, чуть позже это сделаю по ремуверу, для того, чтобы случайным образом себя не травмировать. И довольно-таки часто в синусах у меня забивается кожа, поэтому ее сшлифовываю аккуратно, чтобы себя не поранить. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Переключаю направление вращения и прорабатываю правые стороны. Всегда работаю щеточкой, чтобы понимать, остался птеригия или нет, или это всего лишь пыль. Но важно сильно в синусах тоже не перепиливать, от этого мог быть ранение. Теперь нанесу мягкий ремовер для кутикулы, для того, чтобы убрать остатки птеригия, для того, чтобы размягчить кутикулу и все вычистить. Я вам уже показывала мой любимый пушер от Stalix с кольцом. Мне он очень зашел, потому что круглой частью я толкаю кутикулу, она приподнимается. А когда делаю движение вниз, внутри кольца есть лезвие, которое счищает птеригии. И думаю, для классического маникюра это вообще супер находка. Тут самое главное не переусердствовать и не соскрепсти слой ногти. Я пыталась ножничками что-то срезать, но особо срезать было нечего. Поэтому просто обезжириваю, убираю спиртовой салфеткой остатки ремовера и подготавливаем ногти к покрытию. Это нанесение бескислотного праймера. Те, кто видел мои ролики с маникюром на себе, знаете, что у меня всегда плохая носибельность. Это стало одной из причин, почему я стала мастером. Я хотела найти такой способ, который точно будет держаться, но пока 100% такого не нашла. Потому что часто я перехаживаю с покрытием больше, чем нужно. Очень много работаю в перчатках, то есть руки преют, постоянно мокрые. Но, кстати, в этих ногтях, я заметила, они очень долго держались, без какой-либо отслойки, где-то недели три. А вот после трех недель, ну, все пошло не по плану, как говорится. Наносим тонкий слой базы, каучуковый, и отправляем лампу на просушку. Для наращивания буду использовать формы. Вырываю серединку. Подставляю форму к ногтю, и мы можем увидеть, если поставить форму, как обычно, она взлетит вверх. А ногти у меня сами по себе трамплинообразные, поэтому поставить так форму мы не можем. Вырезаю в центре углубление, но не обычное, а как будто буквой П. То есть я, наоборот, срезаю боковые стороны, делая вырез более плоским. И таким образом он становится под ноготь хорошо. То есть я формочку опускаю немного вниз. И подготавливаю сразу на средний ноготь. Тоже видим щель. Это говорит о том, что нужно подрезать по боковым сторонам. Совсем-совсем немного. Поставляю к ногтю в скрученном состоянии. Центрую ось на пальце с центральной осью на форме. И вырезаю насечки, для того, чтобы освободить валики. Валики объемные, поэтому обязательно нужно делать насечки. Можно было бы еще вырезать ушки, но и насечками можно обойтись. Когда подготовили шаблоны, снимая с бумажной основы, склеим форму на миндаль. Раскрываю ушки и устанавливаю под ноготок. Соблюдаем угол постановки, центруем ось и хорошенько обклеиваем. Форма должна стоять уверенно. Если посмотреть, по боковым сторонам есть небольшие щели, потому что арка натурального ногтя у меня как скоба, такая P-образная. Но самое главное, чтобы форма сошлась в трех точках. Посередине ногтя и в точках в роста. Для моделирования подложки буду использовать гель густой, вязкости, потому что самой себе моделировать неудобно. И такая консистенция не будет растекаться. Особенно актуально для новичков, ну, соответственно, тех, кто выполняет наращивание самой себе. А также такой гель удобен для аквариумных дизайнов. Ставлю каплю на форму, сразу вытягиваю нужную мне длину. Распределяю материал к боковым сторонам, соединяю в точки в роста, чтобы не было сколов. И промазываем сначала прямую линию и плавный подъем к кончику наверх. Ошибкой будет, если сразу ввести резкую прямую линию от точки в роста до свободного края. При поджатии форма получится взлетная. Далее все излишки материала стягиваю к центру, чтобы не было на торце. И отправляю на просушку в лампе. Со средним ногтем не очень удобно работать, потому что на большом стоит шаблон. Но ничего, мы везде справлялись и с этим справимся. Форму ставлю под небольшим наклоном вниз. Почему? Потому что у меня ногти вверх растущие. И по росту ногти я поставить не могу. Хорошенько обклеиваем всю форму. Обжимаем треугольничек. И вот так форма должна выглядеть. Все то же самое. Ставим шарик геля. Сравниваю с вторым ноготочком. Натянула специально перчатку, чтобы увидеть длину. Поставила кутикулу к кутикуле. И теперь распределяю гель для подложки. Важно работать сразу аккуратно, сразу на готовность. Не выкладывать лишнего. Не делать квадрат из него, потом пилить миндаль. Не выкладывать длиннее, чем нужно. Это все позволит сократить время впоследствии и сэкономить материал. Также отправляем на просушку. Для дизайна буду использовать вот такие просто умопомрачительные блестки. Розово-фиолетового оттенка, голубого и голографические. Можно промазать подложки гелем. Но мой гель достаточно густой, поэтому я приняла решение взять базу для гель-лака и промазать. И промазываю я не полностью ногтевую пластину, а до 1 третья. Так, чтобы блестки заходили в том числе и на натуральную ногтевую пластину. И на базу хорошо приклеятся они. Затем беру кисточку специальную для блесток. Это не должна быть ваша моделирующая кисть, а то потом из этих блесток не избавится. По центру выкладываю крупные шестигранники. Не кладу их на бока, чтобы они не топорщились. Очень красивый перелив у этих блесток. Я в них просто влюбилась. Давно искала такой эффект. Розово-фиолетовый. Потому что часто они бывают розово-зеленые. А вот такой эффект мне очень нравится. Беру хлопья-юки голубого цвета и кладу их по боковым сторонам. Хлопья-юки тонкие сами по себе и хорошо смотрятся в аквариумных дизайнах. Не топорщатся. Здесь нет четкого алгоритма. Просто наваливаем то одни, то другие блестки. И в завершении вот эти голографические, они нереально переливаются. У них просто блеск на свету изумительный. Очень сильно блестят. Добавляем. Сейчас, конечно, это выглядит все как елочная игрушка. Но дальше будем перекрывать молочным. И они у нас немного заглушатся. И будут очень деликатно подсвечиваться изнутри. В качестве моделирующего слоя использую гель-крем от компании Мистик. Гель этот по типу желе, но все равно немного распределяется. То есть суфле. Снимаю формы, чтобы удобнее было работать. Тонко промазываю ноготь посередине, справа, слева, по всему периметру кутикулы. Чтобы не было затеков. Эту влажную подложку мы делаем для того, чтобы впоследствии следующая капля материала успешно распределялась. Если поставить каплю просто на сухой ноготь, она будет неподвижна и будет крайне тяжело работать. Ставлю на наивысшую точку большую каплю материала и распределяю сначала у кутикулы. Для того, чтобы был плавный переход. А затем стягиваю на себя, но только нижнюю границу материала. Будет ошибка, если взять из середины каплю и перетащить ее на свободный край. Тогда посередине ничего не останется, а все блески перекроются. На этом этапе нам важно сразу выстроить апекс. То есть вот этот молочный цвет его формирует. На левой руке я использовала другой оттенок молочного от Космопрофи, Милки Пинк. Он распределялся быстрее, но я побоялась, что на правой руке я не успею со скоростью. Тем более у меня съемка, нужно работать очень аккуратно, все показывая вам. Поэтому взяла гель именно такой консистенции. Возможно для новичков им будет также удобнее работать. Отправляем в лампу на просушку. Если покрытие зажгло, достаем. После того, как пройдет, Женю досушиваем. И точно так же выполняем выкладку на остальных ногтях. Не забываем про первый тонкий промазывающий слой. Это действительно очень важно. Можете заметить, что последняя фаланга на среднем ногте у меня растет в сторону. Поэтому форму я ставила по центральной оси ровно. Не по росту последней фаланги, чтобы он уходил в сторону, а ровненько. Поэтому кому-то может показаться, что ноготь как будто бы в сторону уходит. Но на самом деле ровно, если посмотреть динамики сразу на всю руку. У кутикулы удобно дорабатывать тонкой кистью, чтобы не было отслоек. Нужно хорошо свести материал на нет. Я уже не в первый раз себе делаю такой переход с молочным, с блестками. Делаю блестки у кутикулы. Вы меня могли увидеть в предыдущем ролике с коррекцией на себе. И действительно мне очень зашел этот дизайн. Потому что он интересно смотрится за счет блесток. Но в то же время нет такой кричащей навязчивости этих блесток, если их оставить без молочного. Для меня это было бы совсем дорого-богато. А под молочным, на мой взгляд, деликатно. Пишите в комментариях, нравится ли вам такое сочетание блесток и молочного. Или же все-таки бы сделали без молочного. Пока что ногти выглядят очень странно. Такие как будто бы клювики утконоса. Поэтому сейчас я набираю прозрачный материал. Также густой по консистенции. Кладу его на свободный край. И растягиваю по направлению к молочному, отвернув руку от себя. Важно обязательно посмотреть на палец при виде сбоку. Убрать все неровности на поверхности. Потому что многие не поворачивают палец на бок. И впоследствии приходится много пилить, либо докладывать. Поэтому не поленитесь, обязательно посмотрите вид сбоку. Когда закончили с выкладкой на последнем ногте, нужно все тщательно просушить. Окончательно полимеризация 2 минуты в лампе. Затем снимаем липкий слой и приступаем к этапу опила. Опиливаем свободный край по форме миндаль. Делаем длинные движения. Не работаем короткими. Иначе свободный край получится как граненый стакан. И сглаживаем поверхность. Тут уже пришлось скрутить руку в несколько направлений. Для того, чтобы было удобно. Если вы выложили очень много материала, то можно сначала пройтись фрезой. Делаем движение не сверху вниз, как при снятии гель-лака, а справа налево или слева направо. Это позволит нам сгладить поверхность, сделать ее ровной. И впоследствии только слегка зашлифуем пилкой, чтобы убрать неровности. Во время опилы, если пилочка забивается, я просто счищаю пыль щеткой и продолжаю дальше опиливать. Пилка снова пилит. Пришла рассылка от нашей компании, что в нашей базе знаний появился новый 21-й онлайн-курс по заболеванию ногтей. Если вам нравится маникюр, вы хотите знать больше, присоединяйтесь к нашей онлайн-базе знаний школы Сакрамел. 21 курс по цене одного. Для подробностей переходите в описание. Закончили с опилом. Убираем тщательно всю пыль. Наше моделирование готово. И мы можем покрывать топом. И на этом этапе как раз начинают виднеться все наши блестки. Для большей прозрачности и блеска покрываю топом из внутренней стороны. Вот такой результат у меня получился. На правой руке белый гель немного желтее, чем на левой. Напишите, какой вам оттенок понравился больше. Как же все-таки горят эти блестки. Ну это просто вам лав. Поддержите меня, поставьте пальчик вверх. Пишите в комментариях, понравился вам такой дизайн. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы. Всем счастливо. Пока-пока. Будьте здоровы, живите богато. А мы уезжаем до дома, до хаты.